Сегодня я хотел бы почитать книжку «Занимательный Мюнхгаузен». Вот она у меня в руках. Эту книжку написал много веков назад немецкий писатель Эрих Распе. В 1927 году на русский язык эту книжку перевел и пересказал наш великий сказочник дедушка Корнея Чуковский. В 1994 году мне попалась эта книжка в руки, я решил ее проиллюстрировать. Я ее проиллюстрировал с большим удовольствием. Даже где-то я поучаствовал как соавтор Эриха Распе и Корнея Чуковского. Дописал одну часть, потому что эта книжка состоит из трех частей. Мюнхгаузен жил, Мюнхгаузен жив, Мюнхгаузен будет жить. Так вот, первую часть биографическую написал я. Без ложной скромности, конечно, примазывал свое имя к великим писателям. Но, тем не менее, так получилось, что у книжки три автора. Книжка еще носит под заголовок «Пособие для начинающих баронов в трех частях». Итак, давайте начнем читать эту замечательную книжку, которая любима многими поколениями прадедушек, дедушек, отцов, внуков, правнуков, праправнуков, ну и также и бабушек, правнучек. Теперь несколько историй из второй части. Этой книжки. Мюнхгаузен уже вернулся из России и продолжил путешествовать по свету. История называется «Буря». Но не думайте, пожалуйста, что я путешествовал только по лесам и полям. Нет, мне случалось не раз переплывать моря и океаны, и там бывали со мной приключения, каких не бывало ни с кем. Шли мы как-то в Индию. На большом корабле погода была отличная. Но когда мы стояли на якоре у какого-то острова, поднялся большой ураган. Буря налетела с такой силой, что вырвала на острове несколько тысяч. Да, несколько тысяч. Деревья понесла их прямо к облакам. Огромные деревья, весившие сотни пудов, летели так высоко над землей, что казались какими-то перышками. А чуть только буря кончилась, каждое дерево упало на прежнее место и сразу пустило корни. Так что на острове не осталось никаких следов урагана. Удивительные деревья, не правда ли? Впрочем, одно дерево так и не вернулось на место. Дело в том, что когда оно взлетело на воздух, на его ветвях находился один бедный крестьянин с женой. Зачем они забрались туда? Очень просто. Чтобы нарвать огурцов, так как в той местности огурцы растут на деревьях. Жители острова любят огурцы больше всего на свете и ничего другого не едят. Это их единственная пища. Бедным крестьянам, подхваченным бурей, невольно пришлось совершить воздушное путешествие под облаками. Когда буря стихла, дерево начало опускаться на землю. Крестьянин и крестьянка были, как нарочно, очень толстые. Они накоренили его своей тяжестью, и дерево упало не туда, где росло прежде, а в сторону. Причем налетела на тамошнего короля. И, к счастью, раздавил его рукашку. К счастью, спросите вы? Почему же к счастью? Потому что этот король был жестокий и зверски мучил всех жителей острова. Жители были очень рады, что их мучитель погиб. И предложили корону мне. Пожалуйста, добрый Мюнхгаузен, будь нашим королем. Сделай нам одолжение, царствуй над нами. Ты такой мудрый и смелый. Но я наотрез отказался, так как я не люблю огурцов. Продолжение следует...